Добрый вечер, дорогие товарищи! Добрый вечер, дорогие товарищи! Добрый вечер, дорогие товарищи! Ну и, соответственно, перед нами стоят грандиозные планы, которые мы сами себе поставили, но они невозможны без выполнения такой вещи, как написание проекта коллективного договора, а также защита этого проекта, чтобы это был уже не проект, а непосредственно действующий коллективный договор. То есть, конкретно я перед собой поставил задачу написания коллективного договора медицинской организации, в которой я сейчас работаю врачом. Ну и в данном сейчас постараюсь как можно интереснее изложить все перипетии, с которыми я столкнулся со всеми трудностями и нюансами при написании проекта коллективного договора. Непосредственно сейчас в моей организации коллективный договор будет перезаключаться в июне месяце, и сейчас непосредственно я участвую в компании по продвижению своего проекта, ну для того, чтобы мой проект стал уже действительным коллективным договором. Итак, насколько актуальна эта проблема, именно коллективные договоры в последнее время. Естественно, вы слышали такие понятия, как профсоюз Навального, который является именно сервисным профсоюзом. И вот эту вот разницу хотелось бы сейчас подчеркнуть между сервисным профсоюзом и то, что дает именно коллективный договор. Коллективный договор – фантастика или реальность? Как председатель первичных профсоюзных организаций, как председатель инициативного комитета первичных профсоюзных организаций и фабрично-заводских комитетов я прошел неоднократное обучение как по линии КТР, так и проходил обучение непосредственно в фонде рабочей академии. У меня есть с чем сравнить, и вот эти вот свои сравнительные характеристики я хочу как бы сейчас до вас донести. Итак, учеба в КТР, то есть Конфедерация труда России, она протекала очень интенсивно, но единственное, что я там не услышал, это как написать проект коллективного договора. То есть, казалось бы, вся деятельность должна складываться вокруг подписания коллективного договора, потому что реально коллективный договор, он как и защита, и регуляция, и гарантия для работников. Но ничего этого я не услышал за всю учебу. При этом с нами шли занятия, и к нам приезжали, например, те же голландцы, которые на своем неправильном немецком языке рассказывали с упоением, как они совсем недавно защитили свой проект коллективного договора, и что вот сейчас коллективный договор именно голландцам дал вот сейчас конкретно в это время. Также мы помним, что те же самые докеры или же авиадиспетчеры, вся их борьба складывалась вокруг коллективного договора. То есть, мы понимаем, что коллективный договор – это тот момент, вокруг которого можно объединить людей, а самое главное – понять, за что же мы будем бороться. Да, в Трудовом кодексе есть такое понятие, что коллективный договор через запятую идет соглашение. Тот же Федотов, который написал много коллективных договоров не только для своей организации, но и для смежников, он говорит, что для развития организации, для развития профсоюза можно начать просто с заключения соглашения. В принципе, канитель вся та же самая, но понятных 10 требований, от которых можно толкнуться. В принципе, Федотов с этого и начинал в далеком 89-м году. Но с того времени прошло очень много времени, и тот же Федотов написал, повторюсь, много коллективных договоров, которые всегда были прогрессивными. И эти коллективные договоры, проекты, не только проекты, но и уже действующие коллективные договоры. То есть, мы знаем, что докеры живут именно по этим коллективным договорам. Поэтому за основу своего коллективного договора я взял именно докерский договор. Но вернусь к медицинским работникам. Насколько актуально для медицинских работников именно коллективный договор? Итак, пример совсем недавний, буквально 2 месяца назад. В соседней поликлинике коллектив отстранился от заключения коллективного договора в принципе. То есть, ну, какой-то есть коллективный договор. В обществе сейчас глубокого понимания, что это такого, нет вообще. В медицинском сообществе, в частности, тоже вообще понимания этого нет. И вот в соседней поликлинике коллектив полностью отключился от принятия коллективного договора. Что случилось? Случилось то, что за их спинами... Ну, не за их спинами, понятно, что раз вы отказались, ну, вот получите то, что есть. Им сократили дополнительный отпуск за вредность с 14 до 8 суток. И как бы когда уже коллективный договор был подписан, до них довели этот коллективный договор, они все это увидели, куча возмущения, но пояс можно вернуть назад, но они как это делать на данный момент не представляют. То есть, представляете, да, то есть медики, скоропомощники работают во вредных условиях, для них каждый день отдыха, в принципе, на много лет, если рассчитать, продлит жизнь, так вот они сами у себя просто своим бездействием съели вот эти вот отпускные дни. Ну, вот, соответственно, мне прислали фотографию того, в принципе, до чего договорился карманный профсоюз именно с работодателем. То есть, если коллектив отстраняется, это всегда решается очень простым способом. Карманный профсоюз подписывает то, что нужно. Итак, что же подписал карманный профсоюз в данной организации? Вот, читаю. На основании, 6-7 пунктов. На основании мнения профсоюзного комитета установить перечень должностей с ненормированным рабочим днем и продолжительностью дополнительного отпуска по должностям. Должность. Главный врач. 14 дней дополнительного отпуска. Заместитель главного врача. 14. Главный бухгалтер. 14. Главная медсестра. 14. Начальник планово-экономического отдела. 14. Заведующий поликменическими отделениями. 14. Специалист по закупкам. 3. Сестра-хозяйка. 3. И так далее, и так далее. То есть, получается, что люди, которые испытывают все тяжести профессии, то есть, вот этот выездной персонал скорой помощи, который вытаскивает людей из подвалов, пациентов, с утра до 24 часа в сутки на машинах, сталкивается с инфекциями, с суперинфекциями. Вот все эти вот, это не вредно. А вот заместитель главного врача нашел кучу вредности и 14 дней. И все это с решением и с подписью, соответственно, профсоюза Карманова, который был. То есть, у нас уже правительство придумало закон, что главные врачи после 65 до свидания, до свидания, идите. Идите уже, насколько там вредная должность, что никак их не выгнать. Пришлось принимать отдельный закон. Но при этом, вот видите, на скорой помощи они вредности не нашли и приблизили это все, по большому счету, к Трудовому кодексу. То есть, мы понимаем, что коллективный договор должен улучшать именно положение Трудового кодекса, различных СНИПов и тому подобное. Но на деле происходит все следующим образом. То есть, как, например, пишутся обычно вот эти коллективные договора именно администрации. То есть, коллектив не понимает вообще, что это, для чего это. Но коллективный договор нужен. И так главный врач берет Трудовой кодекс, начинает его листать, вызывает юриста и говорит. Вот видишь, вот здесь вот в этом Трудовом кодексе написано, что если иное, вот такая статья, допустим, 7 суток дополнительного отпуска за вредность, если иного не предусмотрено коллективным договором. В общем, делаешь то же самое, только вот эти вот слова все повычеркиваешь. Если иное не предусмотрено. И по большому счету, также мой коллективный договор, который есть на моем предприятии, в моей поликлинике, он полностью копирует распоряжение. И, ну и тот же Трудовой кодекс, и те же СНИПы, САНПины, ничего никак не улучшая. Вообще ни на секунду, ни на грамм. Соответственно, и вот этот вот коллективный договор, он находится всего в двух экземплярах. Он находится у главного врача и у главного экономиста, то есть заместителя главного врача по экономическим вопросам. Какая-то часть этого коллективного договора находится в кадрах, потому что невозможно. Ну, то есть это оксеренные страницы, невозможно. Итак, у меня, так как я составляю Трудовой договор, у меня возник коллективный договор, соответственно, у меня возникла потребность почитать. Что же у меня за коллективный договор на предприятии? Я пришел к себе в администрацию, взял этот коллективный договор и стал его внимательно изучать. Ну, полистал туда-сюда, состоял он очень интересно. То есть вначале было положение правительства о начислении заработной платы бюджетным организациям. Вот полностью, как есть, вот от начала до конца, со всеми нюансами. Дальше шла какая-то часть, которую, видимо, они придумали именно моя администрация. В принципе, это были переписанные статьи Трудового кодекса, ну, которые, возможно, дал отдел кадров, чтобы они там были. Некоторые положения были без привязки к реальности. Третья часть состояла, то есть дальше шел опять тоже положение о зарплате, но уже именованы, что это вот они разработали, вот точно, ну, копии один в один. Ну, и плюс еще различные таблицы по эффективному контракту, которые у нас в организации не действуют, ну, по разным причинам. Основное это то, что типа нету денег. И вот так вот состоял этот трудовой, ой, коллективный договор. Через два месяца после того, как я составил свой проект коллективного договора, я все-таки решил пойти и, ну, возникла мысль, но посмотреть, может, все-таки, правда, повнимательнее почитать, может, там, правда, есть чего-то хорошее. И я пришел и не узнал этот коллективный договор. То есть он, то есть мне дают ту же самую папку, а внутри совершенно другая структура. Ну, просто другая структура. Я думаю, я два месяца назад как-то все по-другому выглядело. Так полистал, так полистал, так полистал. Ну, не то. Ну, я взял, так как не было заместителя главного врача, я первую часть взял в кадрах, пофотографировал, а вторую же, когда пришел заместитель главного врача, у нее пофотографировал эти все бумажки. На следующий день я снимаю это, ну, снимаю на компьютер с фотоаппарата, чтобы повнимательнее это все изучить. И вдруг вижу. Значит, смысл какой? Половина страниц пронумерована вверху, какая-то часть пронумерована внизу, но большая часть просто от руки дописана справа, понимаете? Вот просто дописана. То есть, получается, пришел у них новый юрист, я знаю, что у них пришел новый юрист. Он, наверное, посмотрел на этот вот коллективный договор и сказал, ну, ребят, ну, что это такое? Надо привести хоть в какое-то соответствие. И они привели в соответствие. То есть, представляете, да? То есть, мы представляем проект коллективного договора от работников, боремся, там, сражаемся, какие-то забастовки организовываем. Что-то такое все происходит, происходит, происходит. Просто вот свалка, три месяца битва, чуть ли не пулеметы достали. И все это подписываем. А потом вот так вот. Там все ушли, главный врач. Там все ушли? Да, все ушли. Значит, так вот это все выкидываем. И все. И переписываем так, как нам надо. То есть, понимаем, да? В доступе только у двух человек этот коллективный договор, только у администрации. По подразделениям этого коллективного договора нет. И получается полное вакханалие. Когда надо, чего угодно дописали. И чего надо, повставляли. Если что-то не надо, повыкидывали. То есть, получается, что на данном этапе нет никакого контроля даже за тем, что есть. То есть, речь вот здесь вот опять идет о том, что нужен профсоюз. Нужен тот орган, который будет постоянно отслеживать, контролировать, участвовать в жизни коллектива. В том числе и в регулировании всего того, что добились с помощью принятия коллективного договора. Но вернемся к моему коллективному договору. Еще раз говорю, это проект. Что, как будет защищаться на данный момент, все идет в развитии. Я это делаю в первый раз. Поэтому буду делиться по ходу, как это у меня все продвигается. Но здесь мы собрались именно тема, что проект коллективного договора. Как же написать коллективный договор? Оказалось, что коллективный договор написать совершенно несложно. Мне сразу сказали, ты иди от целого к целому. То есть, в принципе, ничего вот такого сверхъестественного нет. Тем более, есть классные примеры. Естественно, я взял коллективный договор докеров. Ну, вот мне дали такой подарочный вариант. Здесь написано вот таким вот кеглем. Замечательно, я не знаю, наверное, 16-й. Можно читать с любого расстояния. Вот такой подарочный вариант. Это произведение Федотова. Он просто большой молодец. Поэтому изобретать особый велосипед не надо. Если думается, что есть какие-то различия между докерами и медиками. Ну, конечно же, есть. Но, в целом, что там работники, что там работники. Большая часть проблем, которые сталкиваются медики, которые сталкиваются с докерами. Это одно и то же. Естественно, Федотов это составлял на не один год. То есть, он десятилетия потратил на то, чтобы это все делать. Вы знаете, что Федотов участвовал в написании, конкретно писал проект от Фонда рабочей академии непосредственно Трудового кодекса. Короче, голова куда там дальше. Поэтому, еще раз говорю, повторяю, не надо ничего там придумывать. Вы видите, он пишет здесь все распределено по пунктам. То есть, обязательства работодателя. Тут по организации производства на первом месте. На втором по обеспечению задненькости. Третье по охране труда и здоровья. Четвертое по рабочему времени. Пятое по оплате труда. Чувствуете, только пятое по оплате труда. Почему Федотов сделал именно вот такой порядок? А все логично. Первое, естественно, занятость. Ну, а производство надо. Ну, первое, это занятость. Если у тебя нету занятости, то о какой зарплате может идти речь? То есть, ясно, что на первых местах должно положение о производстве, положение о занятости. Второе, по охране труда и здоровья. Ну, если ты пришел на предприятие и убили твое здоровье, ну, какие тебе деньги, какая тебе дальше? Поэтому все грамотно, все взвешено. И вот, например, возник у нас тут спор. Я вот посмотрел специально еще. По оплате труда стоит на пятом пункте, на пятом месте. По социальным гарантиям на шестом, на седьмом по гарантиям профсоюзной деятельности непосредственно в этой организации. Некоторые говорят, что там очень сложно. Просто вот каждый пункт очень сложен. Когда открываешь, вот на любой странице, открываешь этот, ну, основной части, открываешь культивный договор и начинаешь читываться, все достаточно, ну, не то, что достаточно, все понятно. Понимаете? То есть, ну, вот пункт 3.5.21. Ученикам докеров, механизаторов за время теоретического обучения по направлению организации выплачивают 50% тарифной ставки докерам механизатора за то время прохождения практики в бригаде производите оплату как докерам механизаторам четвертого класса квалификации. Ну, то же самое можно перенести и на нас, на медиков. То есть, если ты там на какой-то практике, так, естественно, она должна оплачиваться. Я к тому, что похожего очень много. Поэтому меняешь название организации и, в принципе, сначала прям берешь, вот, как учили, вот, от целого к целому. То есть, пробегая глазами, в Ворде, это же все есть именно коллективные договоры, есть на фонде рабочей академии, непосредственно на сайте. Скачиваешь, меняешь название организации, меняешь, ну, уж совсем, если там докерская какая-то тема есть, то выкидываешь. Второй момент. Летом прошлого года я имел честь познакомиться с таким у нас партийцем французовым. И он мне сказал, он много лет возглавлял профсоюз свой, ну, в своей организации. И он сказал, вот есть коллективный договор докеров, а есть и такая вещь, как отраслевое соглашение. То есть, у каждой отрасли есть соглашение, которое заключается, как на уровне министерства, например, министерства здравоохранения, вот оно так и называется, между комитетом по здравоохранению правительства, ну, здесь я взял именно наш, вот, Санкт-Петербургский. То есть, есть самый высокий, который заключается на уровне министерства, но я взял чуть пониже, именно по своему региону. Отраслевое соглашение между комитетом по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга и территориальным Санкт-Петербург-Ленинградской области комитетом профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации по основным направлениям социально-экономической политики и развития социального партнерства. То есть, это все скачивается банально из интернета. Я думаю, ну, дай-ка я это все почитаю, открываю. Я за это собирался бороться, а тут уже все уже дано. То есть, по большому счету, многие организации просто, ну, кто знает, тот молчит. То есть, в этих, в интересах работодателя промолчать, что это есть. Вот есть такое, ну, просто промолчать и все, ничего не говорить своим работникам, что вам положено 5-е, 3-е, 10-е. То есть, там, допустим, что раз в 5 лет вам должны оплачивать отпуск, что там, сколько процентов должно направляться на заработную плату работникам, сколько на административный аппарат. То есть, все эти процентовки здесь даны, но по большому счету, вот в Ленинградской области я был заведующим отделением скорой помощи. Мы этого не знаем. Просто не знаем. Соответственно, это был вот второй документ, который взял. Соответственно, я из этого документа, он тоже есть в этом вордовском и в каком-то еще формате, я просто брал и вставлял в проект своего коллективного договора. Опять же, надо понимать, что проект отличается от того, что будет, очень, иногда очень серьезно. Поэтому, когда мы идем на переговоры с работодателем, мы понимаем, что это будет торг. То есть, мы идем продавать свою способность к труду, и нам надо продать свою рабочую силу именно с максимальной выгодой для себя. Поэтому, вот все, что тут есть у меня в проекте коллективного договора, у меня специально все завышено. Базар. Естественно, это надо завышать. Ну, понимаете, да, базар есть базар, торг есть торг. Давить, доказывать и тому подобное. Но, в принципе, так как я писал это в коллективный договор, я это все знаю и могу за каждый пункт вписываться вот днями, доказывать, что у меня все правильно. Понимаете? Ну, и третий момент. Это я взял, естественно, коллективный договор на предприятие, который у меня есть, потому что есть всякие нюансы, там, подразделения и тому подобное. Хотя бы понимать структуру, потому что я, допустим, работаю в городской поликлинике 52. У меня есть, в поликлинике есть два отделения скорой помощи, а также к главной поликлинике относятся еще шесть поликлиник. То есть, вот эту всю структуру, она хорошо представлена в коллективном договоре, хотя бы понимать все вот это. То есть, не зная вот этой документы, не знаешь вообще штатного расписания, не знаешь, к кому идти, вот полностью этого не понимаешь. Ну, и все равно, должно же там быть что-то хорошее в этом коллективном договоре. Ну, должно быть. Вот надо взять, прочитать, ну, не было там ничего. Вот не было и все. Но, опять же, даже то, что там написано, в принципе, моей поликлиникой многое просто не выполняется. Опять же, не выполняется. Почему? Потому что профсоюз карманный. И у нас есть такая, пока именно в Санкт-Петербурге тема, что медики не бастуют. Медики бастуют ногами. То есть, вот они не понравилось чего-то, рядом есть такая же поликлиника, они просто берут и уходят в эту поликлинику. Там вроде сносные условия, получше оплата, плюс новый коллектив, там новые какие-то. И вот это вот все пока именно в Санкт-Петербурге происходит таким образом. Но есть уже регионы, опять же говорю, медицинский профсоюз действий растет ударными темпами, потому что на данный момент медицина просто катится под откос. И не знаю вообще, когда мы хотя бы начнем подниматься из этого. И многие регионы страдают. Единственный вариант это именно организовывать профсоюзы и что-то делать в пику тому, ну вот слышали модное слово оптимизации, да. Вот эта оптимизация идет везде, включая в Санкт-Петербурге. Но еще раз говорю, Санкт-Петербург рынок большой, даже в плане медицинских услуг. Еще терпим. Но скоро эта удавка, я думаю, удавит и Санкт-Петербург. И через несколько лет уже будет некуда переходить. И в принципе додавят, что все-таки придется взяться и в Санкт-Петербурге за коллективные договора. И понимать, что это. И бороться за улучшение условий своего труда. Итак, еще раз говорю, повторюсь, хорошо писать от целого к целому. То есть получается, вот ты написал коллективный договор от начала до конца, у тебя есть все эти положения, которые там есть. Дальше ты туда начинаешь дополнять. Потом с этим коллективным договором ты выходишь в коллектив. А коллектив же тоже, там неглупые люди в коллективе. У них свои предложения. Ты что-то забыл, что-то упустил. Но у тебя есть вот это целое. Это целое можно написать. Но у меня на это ушло полтора дня. Ну то есть начальный вот этот момент. Но полтора дня. То есть один день я сел с утра до вечера. Ну не то, что там с утра до вечера. Но сколько у меня там хватило терпения. И потом на следующий день я просто это до конца добил. У меня получилось целое. Потом я в целое вложил как раз из отраслевого соглашения. Это уже удобно вкладывать вот в это целое. И потом я вышел с этим коллективным договором к коллективу. Соответственно, я сделал выжимку из этого коллективного договора. Вот я вам раздал вот эти зеленые листочки. И распечатал его в типографии. Но сейчас это все очень легко делать. Пошел через дорогу. Тебе это все сразу распечатали. Для чего это делается? Первое. Во-первых, я сделал это на зеленой бумажке. Потому что в основном все на белой печатается. И даже где бы эта бумажка не валялась, она всегда видна. То есть вот что-то зеленая и тому подобное. То есть ее сразу можно выхватить из любой пачки бумаги. Из любого непонятно чего на столе. Это первый момент. Второе. Естественно, первое. Мы никто не понимаем. Ну, в медицине никто не понимает, что такое коллективный договор. А если кто-то что-то и слышал где-то. Ну, что он будет брать вот этот коллективный договор во много страниц. Хотя тут основная часть не особо большая у меня здесь. Но опять же, никто вот это читать не будет. Ну, никто. Редкий кто. Потому что вот я непосредственно это взял со стола посмотреть. Читал ли кто? Читали. То есть вот кто-то ручкой, карандашом написал этот знак, восклицательный знак. То есть я буквально в последней смене просто взял посмотреть, знакомились, не знакомились. Кто-то знакомился конкретно въедливо. Но это один человек. А для большинства это пройдет. Он не сможет поднять столько написано. Ну, как? Поэтому вот такая форма. Когда ты берешь это все и делаешь на одном листе, чтобы это было вот так вот. Вот раз взял и почитал. Почитал и все понятно, за что это коллективный договор. Если заинтересовался, залез, почитал сюда. То есть план следующий. Я прихожу в подразделение. Подразделений много. Врачей тяжело объединить. Вообще медицинских работников, не только врачей, медицинских работников тяжело объединить. Это настолько вот это вот дискретное. Вот коллектив он настолько дискретный. То есть, понимаете, да, вот есть, допустим, уролог. Какое ему дело до стоматолога? Вот он пришел в поликлинику на четвертый этаж. По лифту поднялся. А уролог просто зашел на первый этаж и повернул налево. И они не видятся никогда. Они даже на Новый год приходят. Им не нужен этот коллектив. Ничего. Они просто... Они не видят себя годами. Ну, знают, что вот это уролог. Ну, можно обратиться, послать, там подойти. Ну, чтобы вот это вот общение, чтобы вот 300 человек зашло в цех. И как начали там гудеть и в нарды, и в дуться, и там в обед там все это там, митинг устроить. Такого нет. То есть, вот объединить людей. Поэтому это очень сложная задача у меня. То есть, мне надо ходить в подразделение, в которое буквально, например, в рентген-кабинет приду, а там всего три человека. Вот этот рентгенолог, там регистратор, медсестра, ну, может быть, еще кто-то там есть, да. Ну, три-четыре человека. И вот мне надо провести с ними со всеми. Если они интересуются, то да, я оставляю координаты, никого не стесняюсь в этом плане. И как бы агитирую за свой коллективный договор. Опять же, так как я писал этот коллективный договор, я могу ответить за каждый пункт того, что здесь есть. То есть, вот здесь вы видите 15 пунктов. На самом деле, когда я выбирал из своего проекта коллективного договора, у меня там в начале было 27 пунктов. Но 27 сюда не влезло. И плюс 27 перебор. То есть, мне говорят, остановись на 10. Но я говорю, ну, 10 это вообще ни о чем. Ну, давайте хотя бы на 15. Вот я сделал 15 пунктов, но там еще столько всего вкусного, которого опять же не придумать. Возвращусь опять вот назад. Я был на учебе в КТР. Там в КТР есть такая тема. Про союзник, вот этот органайзинг, он должен быть чебурашкой. Что это такое, значит? Рисуется такая чебурашка. То есть, голова вот с такими ушами и с глазами. Все, больше ничего. О чем это говорить? Поменьше говорить. Только слушать и смотреть. Слушать и смотреть, что нужно рабочим. Что самое основное для них. Тому подобное. Я провел вот эту вот тему. То есть, приехал с учебы и сразу же это на практике сделал. То есть, я мало того, что слушал, я сам в этом коллективе. То есть, я не то, что вот как органайзинг, да, приехал дядя какой-то со стороны и начинает вот здесь вот пытаться что-то организовать. Я сам живу в этом коллективе. Я сам знаю свои потребности. Все мне понятно. Вроде бы. И вдруг я что-то не понимаю. Я поговорил с людьми. Послушал людей. Я даже раздал им листочки, на которых они анонимно написали вот эти, что они хотят на своей поликлинике изменить. Получилось, что по большому счету все свелось к каким-то бытовым нуждам. Понимаете? Ну, вот туалета у нас отдельного нет. Ну, вот чайник у нас мы покупаем за свои деньги, хотя должны. Вот у нас там что-то еще там, ну, этот, кухня, там мебель какая-то плохая, там подобное. Понимаете? Все свелось вот к каким-то таким мелочам. То есть, понятно, что по медицине, по оплате Питер впереди многих регионов. То есть, по зарплате вопросы не возникли, хотя как-то вроде бы есть, но как-то все это упустилось. И по всему. То есть, вот того, что предоставляет коллективный договор вот здесь вот Федотову, что написано, даже близко не было. Понимаете? После того, как я свел таблицу, у меня получилось 12 пунктов. Причем 5 из них это было так. Так, один пункт метагмироволновка, второй пункт там какая-то посуда, третий пункт еще. Ну, то есть, в принципе, одно и то же, что здесь вот в этом моем листочке сведено в один пункт. Вот здесь у меня есть обеспечение наличия холодильника, метагмироволновых печей, отфильтрованной питьевой воды, титана по норму за счет работодателя. То есть, вот эти по большому счету 12 пунктов, они у меня зашиты все в один пункт. То есть, вы должны опять же понимать, можно слушать коллектив, но наша грамотность правовая и все остальное стоит на таком низком уровне, даже среди медработников, хотя казалось бы, да, медработники, такая элита. Но наше образование именно медработников, оно в основном ограничено именно медицинским образованием. Мало кто проявляет прям такой широкий кругозор. Еще раз говорю, мы очень ограничены, мы идем к своей специальности годами, то есть, ну, допустим, медвуз 6 лет, потом ординатура 2 года, потом мы приходим, начинаем практиковать, потом через 5 лет, наконец, становимся специалистами. То есть, если все это сложить, получается, вот тебе уже 35 лет, ты специалист в своей области, но по большому счету ты от операционного стола не поднимал глаз и головы, ничего. Ты кроме больных, по большому счету, ничего в жизни не видел и не понимаешь. То есть, это вот наша, как бы, проблема большая. Ну и, соответственно, я с этим и столкнулся, что вот до этого, до того, что написал Федотов, да, вот до этого, очень-очень далеко. Поэтому, еще раз говорю, в фонде рабочей академии, на сайте фонда рабочей академии есть проекты, вот как раз надо целые, вот брать отсюда. А потом добавлять все, что вам придется. Ну и, опять же, вот смотрите, пункты. По каждому пункту я понимаю, что мне надо. То есть, у меня стоит первым пунктом 30-часовая рабочая неделя. Вы просто не представляете, насколько это важно для медицинской отрасли. Значит, наверняка в интернете вы видели такие таблицы, приводится статистика. Откуда-то из Греции она пришла, эта статистика показана, насколько, сколько работают рабочие в странах, ну, годовой расчет именно по часам. Может быть, видели, да, в Германии 1300 часов, у нас почти 2000 часов, да, мы где-то с Грецией и с Мексикой на одном месте. То есть, где 1300 часов, где 2000. И при этом греки показывают эту статистику и говорят, вы представляете, насколько мы перерабатываем. Вы представляете, за жизнь вот это вот все, сколько мы больше работаем. И у нас нет вариантов для долголетия с такой работой. Надо сокращать. То есть, греческие профсоюзы показывают на данном примере, что очень много работают. И поэтому им не дожить до глубокой старости и до нормальной старости. Рассказываю про медицину, которая сейчас, ну, про нагрузку на медик, которая сейчас творится. Итак, год назад, перед пенсионной реформой, некто профессор Двойников докладывает министру здравоохранения Скворцовой, что смертность среди медицинских операционных сестер до 50 лет выше, чем в других профессиях. То есть, медицинские сестры операционные умирают до 50 лет чаще, чем остальные вообще другие категории. То есть, разговор идет даже не то, чтобы дожить до какой-то пенсии, да, приемлемой, воспитать и внуков, а просто вернуться с работы с живым человеком. То есть, вот перешагнуть средний возраст, это становится вообще проблемой. То есть, получается, вот мы тут недавно изучали по кружку по капиталу. То есть, средняя рабочая продолжительность в 18 веке была 30 лет. Тогда дети начинали работать в 10 лет, и, соответственно, в 40 лет мужчины умирали. Вот она 30 лет. Но при этом там рассказывается Марксом, что этих детей кормили опиумом, чтобы они там не кричали. Были ужасные санитарные условия. Не было прививок и все остальное, никакого медицинского обеспечения и тому подобное. Сейчас все это есть. Люди не начинают работать с 10 лет. Ясно, что хотя бы там с 17-18, при этом нормальное питание, ну, на данный момент более-менее, да, это не сравнить. И все равно продолжительность трудовой жизни получается 30 лет. Но, опять же, вернемся к нагрузкам, насколько для медиков вот этот вот пункт, этот, очень важен. Итак, профессор докладывает, товарищ, товарищ этот, как его, министр, умирают у нас медсестры. Представляете? Она говорит, да, умирают. И все это, отчеты идут по интернету, все это, дальше-то что? Я обыскался, никаких выводов. То есть, понимаете, да? У вас есть группа медицинских работников, но это касается в основном всех там по отчету. То есть, все, кто работает сутками, умирают раньше остальных. То есть, смертность в этой категории больше. Почему? Ну, понятно, почему. Но попробуйте каждую третью ночь не спать. Некоторые каждую вторую ночь не спят. То есть, тогда, когда вырабатываются гормоны, те, которые продлевают жизнь. Когда? Во время сна. А они эти гормоны не получают. Год, второй, третий, десятилетий не получают. Ясно, что продолжительность страдает. Какие, соответственно, сделаны выводы министрам здравоохранения и всем этим министерствам? Да никаких. Вот никаких выводов не сделано. То есть, и тут же мне, например, попадается ролик такого плана. Стоит Чубайс и докладывает. Вот так вот. Графики какие-то. Он за трибуны и говорит такой. Если население Земли будет увеличиваться такими же темпами, то это приведет и к чему-то там приведет. И его вывод, что надо сократить население Земли до полутора миллиардов семи. Он это реально с трибуны докладывает. То есть, я понимаю, что у власти стоят эти люди, которым докладывают, что у нас эти медики умирают. Им, наверное, за это медаль дают. Ну, как еще это расценивать? То есть, раз главные люди, то есть, ну, Чубайс, понятно, там докладывает, что надо до полутора миллиардов. И он там, наверное, докладывает. Товарищ главный по сокращению населения земного шара. Идем Россию ударными темпами. Понимаете? То есть, конкретно нашему министерству до нас, медиков, просто все равно. Вернусь к часам. Не секрет, что, по большому счету, медицинские работники работают редко на одну ставку. Вот редко совершенно. То есть, вот этот расчет, там, по две тысячи часов, он сделан именно для людей, которые пришли на работу, отработали восемь часов со всеми праздниками, сокращенным рабочим днем перед выходными и тому подобное. И вот получается вот это время. Возможно, взяли сверхурочные, потому что в России сейчас, опять же, есть такое понятие, как сверхурочные. Мало кто, да, уже сейчас работает восемь часов. То есть, сейчас норм уже 12, это нормально. Но, смотрите, что получается с медиками. Мы медики, у нас вредное производство. По закону нам нельзя перерабатывать во вредных производствах. Но министерство здравоохранения, которое должно, в принципе, медики, да, для себя, то есть, сделать вот этот вот момент, чтобы, ну, должны понимать, это же медицинская тема. Надо увеличить продолжительной жизни, вот именно вредности. Но это все медицинская тема. Что они делают, да? Они вводят такое особое положение, что при определенных обстоятельствах можно брать совместительство до 0,5 ставки во вредных условиях. Дальше. Зарплата по стране не растет, да? Получается, что медики из тех жизненных условий, которые сейчас у них складываются, они не то, что полторы. Для нас норма работать 2 ставки. У нас в Санкт-Петербурге есть люди и мои знакомые, которые берут 3 ставки. То есть, представляете, у них всего 6 выходных в месяц. Остальное они сутками работают. Ну, оставим вот эти вот частности, такие вот, да? Ну, очень часто, вернее, повсеместно медики работают на полторы ставки. Во-первых, их нигде не хватает. Во-вторых, многим медикам не хватает зарплаты, никуда от этого не деться. И давайте просто прикинем, что такое полторы ставки. Если средняя продолжительность месяца рабочего это 160 часов, то, соответственно, полторы ставки это в полтора раза больше, это 240 часов, да? Соответственно, 11 месяцев работают. 240 умножаем на 11. Получается 2, 6, 4, 0. 2640 часов. Вы чувствуете, где греки и где медики? У нас в стране медики, а многие работают, то есть, там вот эта вот ставка 75, то есть, ну, я не взял эти графики, нельзя их нигде показывать, но у меня, ну, понятно, что эти графики, легко прийти в медицинское учреждение и просто посмотреть, ну, зайти в ординаторскую и посмотреть. И вы увидите, ставка 0,5 и какое-нибудь еще совмещение на 0,25 еще по какой-то специальность. То есть, чувствуете, насколько перерабатываем? Это в год. А есть такое понятие, как жизнь, понимаете? И в жизни это получается такая переработка, то я посчитал. То есть, если разговор вот в этих западных странах идет о 72 тысячах, ты часах за трудовую деятельность, 72 тысячи, то в нашей стране идет разговор о 1100 часах, ой, о 110 тысячах часах, понимаете? То есть, это невероятные цифры и после вот этих цифр понятно, почему вот эти операционные сестры умирают до 50 лет, да они не выдерживают этой нагрузки. Второй момент, понятно, что медицина это вообще стрессовая специальность. Вот одно дело кран потек после того, как ты его починил, а другое дело у человека там что-то потекло. Мы это реально переживаем очень сильно. Смерть своих пациентов. Вот эти сложные случаи непонятные. Медицина вообще непонятная. А вот эти суперинфекции. Одно дело ты сталкиваешься с ними нормальную продолжительность рабочего времени, а другое дело в два раза чаще. В два раза чаще ты можешь уколоться чем-то. Потому что, когда ты идешь на автомате, да, ночью, да, у тебя вторые сутки подряд, это очень частая тема. Но вот вы представляете не спать двое суток? Ну, многие из вас не представляют. А я представляю, что это такое-то обычно. Вот для нас это обычно. Но немножко вот какие-то моменты. Я, например, приехал раз к фельдшеру, он работал четвертые сутки подряд. Он вызвал, потому что он не понимал, что творится вокруг. Он просто потерялся. Вот у него четвертые сутки, ночь, он просто потерялся. То есть этот человек приехал работать, приехал к пациенту, соответственно, ему надо оказывать помощь, а он не понимает, что происходит вокруг. И он вызвал помощь, потому что он потерялся. Поэтому вот эти вот инсульты у врачей в 30 лет, в 35, в 36, все это по этой же теме. И опять же, что мы делаем, да, что делает министерство? Вот я просто вот эту тему разовью, насколько этот пункт очень важен. Ну, например, слышали такую специальную оценку условий труда? Слышали, да. В 2015 году специальная оценка условий труда поставила нам в класс вредности с 3.3 снизила до 3.2. Казалось бы, ну какая ерунда? Вроде бы 14 суток так и сохранили отпуска. Но при этом увеличили с 36-часовой рабочей недели. Увеличили до 39-часовой рабочей недели. Итак, вот смотрите. Увеличили неделю на 3 часа. Ну, кажется, ну ладно, 3 часа. Раскидать это все туда-сюда. Получаются какие-то там минуты. А если в целом прикинуть, это не минуты. То есть, только что вся страна поднималась вот так вот. Эй-эй! Нам увеличили пенсионный возраст. Тому подобное. А давайте посчитаем. Итак, в году 54 недели. Выкидываем 4 недели отпуска. Остается 50. 52? Ну ладно, 48. Ну, давайте для простоты сейчас просто 50. Умножаем на 3 часа. И умножаем на продолжительной жизни. Ну, трудовой жизни. Я считал. Получается 3,5 года. То есть, чувствуете, да? Вот эта вот вещь зависит чисто от коллектива. То есть, нам вот, например, у меня есть бумага, письмо Министерства здравоохранения по этому поводу. Который говорит, что многие медики объясняют. То есть, тут совместное письмо трех министерств. Министерство труда, Министерство здравоохранения, профсоюз работников здравоохранения пишут вот такое письмо, в котором конкретно разъясняют. Из которого понятно, что многие медицинские работники в связи с тем, что сталкиваются с опасными инфекциями, имеют класс 3-3. Отсюда 36-часовая рабочая неделя. И это надо просто применить на предприятии. Все это дано. Что делает работодатель? Извините, у меня этого нет. Я не слышу. Меня это не касается. И когда приходят, они, естественно, нанимают вот этих людей, которые проводят специальную оценку условий труда, эти организации. И с ними обо всем договариваются. Что делают начальники на местах? Непосредственно наш заведующий, но я еще не работал на этом отделении. Он вышел и сказал, ничего, ребята, не поменяется. Все нормально. Ну там 3-2, 3-1, разницы никакой. А выяснилось, как раз разница-то есть. И вот мы просто своим бездействием просто съедаем 3,5 года своей жизни. И опять же, вот вы, да, тут нету медиков, да, среди присущейся аудитории, да, мало медиков. Вы какого медика хотите? Вы хотите медик, который должен быть отдохнувшим, а главное, он должен быть профессионалом, правда? Он профессионалом, он должен быть начитанным, он должен быть в курсе того, что происходит в принципе, да, в медицине. А теперь давайте я вам расскажу о жизни обычного медика, который работает на полторы ставки. Что такое полторы ставки? Это сутки через двое. По молодости еще ничего. Как только переваливаешь тот рубеж, когда футболисты перестают играть в футбол и бегать по полю, ты чувствуешь вот эту вот планочку, тык, что-то надламывается. И ты понимаешь, что футболисты не просто так перестают бегать в 36, в 37 лет. Вот после 37 начинается что-то уже тяжеловато. То есть, если раньше поотработал сутки, там все было, то уже вот в этом возрасте приходишь и такой поспать. Поспал, встаешь вот с такой головой чумной, ничего не хочется, все раздражает. До ночи доковылял, что-то на какую-то ерунду поделал. Потом заснул, не заснул, промаялся. И вот эта ночь тоже рваная получается. На следующий день встал, ну, более-менее. А завтра уже на работу. А этот день получается, да, то есть, один день полностью ушел. Один день, ну, у тебя есть, наверное, семья. У тебя, наверное, какие-то есть дела. И совершенно не до профессии, понимаете. Не то, что не горишь в этот момент вот читать какую-то литературу. А если у тебя две ставки. У тебя вообще нету вообще. Вот жизнь течет вот так вот. Новый год, новый год, новый год, новый год. Вот, понимаете. Вот пролетает. И не остается времени, знаете, вот такой, слышали слова. Для всестороннего развития. Вот его нету вообще у медиков в стране. То есть, вы требуете от нас, чтобы мы были квалифицированы. Но при этом система делает так, чтобы мы вообще не квалифицированы. Я не буду собирать сейчас, как бы, ком всех проблем, да, почему еще там не получается, да, какие сейчас наруженные ограничения на поднятие квалификации медиков. Но вот этот первый пункт, да, который, вот этот первый пункт, который вот здесь вот есть, он как раз говорит, что только сокращение рабочего времени даст не только продолжение жизни медицинским работникам, но еще и то, что мы будем развиваться. По-другому никак. Опять же, от кого это зависит? Да только от нас. Наверху нас не слышат. Понимаете? Наверху не слышат. Еще раз говорю, можно ли на нашем предприятии, на моем предприятии сократить до 30-ти часовой рабочей недели? Ну, на данный момент вряд ли. Но я все равно это поставил. Но до 36-ти уж точно можно сократить. Просто основываясь на документах. Но опять же, это надо знать, это надо понимать, это надо вникать, за это надо бороться. Что может сплотить коллектив? Сплотить может коллектив профсоюз вокруг коллективного договора, вокруг столько всего вкусного и тому подобное. Я уже надоел, да, вам что? День минуты рассказать. Что-то я разошелся, извините. И как бы, сейчас быстренько завершу. И естественно, коллективный договор может помочь сохранить коллектив. То есть, смотрите, опять же, столкнулись с такой вещью, да, коллективный договор, там прописано куча гарантий для работников. Если ты стоишь в профсоюзе, тебе очень тяжело, тяжело очень сократить. Потому что, знаете, если нет профсоюза, если это все не предусмотрено в коллективном договоре, защита профсоюзных работников, сломать человека очень легко. То есть, ты оказываешься один на один с этой машиной. То есть, если взять вот эту всю нашу организацию, получается, там три юриста по общим вопросам, включая судебную практику. Три юриста сидят в кадрах. Какие-то экономисты. Орг-метод-отдел. И когда ты сталкиваешься с этой системой, когда она начинает тебя давить, вот эта вот вся армада начинает тебя постепенно плющить. Ты не выдерживаешь и убегаешь. У нас, например, поменялся в моей 52-й поликлинике, поменялось начальство. Соответственно, начальство новое, оно пришло такое рьяное, молодое, такое, прям с капиталистическими понятиями. И сразу же съело примерно 70, непременно, а к августу месяцу за 8 месяцев оно съело 73 сотрудника. Представляете, да? Просто люди психовали и уходили. А если был бы нормальный некарманный профсоюз, да, вот эти все гарантии защиты, которые прописаны в коллективном договоре, одно дело-то один на один, а другое дело все время это все с профсоюзом. И начинается вот это. А почему? А кто? Потому что именно неугодного работника, который пьет, который ничего не понимает, но коллектив от него сам избавится. Ну, не то, что прям сам избавится, там подобное. Но он не будет за него держаться. Но если это просто непонятный какой-то накат, наезд или какие-то придирки бесконечные. Ну, потому что, понимаете, то есть вот 52-я поликлиника в течение многих лет была лучшей поликлиникой в городе. Приходят новые начальства, и те люди, которые делали поликлинику лучшей, почему-то увольняются. Ну, не могут быть они только что были хорошими, а тут же пришло новое начальство и плохое. Ясно, просто неорганизовываясь. И вот они ушли из коллектива, и вот после этого они начинают писать какие-то писем, которые смысла не имеют. Вот такие дела. Поэтому коллективный договор также и гарантия сохранения коллектива. Спасибо. Вот вопросы. Вы сами прочитаете или вам прочитаете? Да, прочитаю. Здесь там много. Так вы заключили свой коллективный договор. Если нет, как понимают коллективные договоры, понимать ли коллективные, сформированные конкретно. Я еще раз говорю, я сейчас, для меня это все новое. В медицине, я еще раз скажу, даже для профсоюза действий вообще коллективные договоры новые. То есть, когда я обращаюсь к своим соратникам по профсоюзу и говорю, ребята, пришлите мне прогрессивный коллективный договор, который вы заключили на предприятии. Мне прислали только два коллективного договора с разных уголков нашей страны. При этом под одним подписали. Большинство этих пунктов уже не работает. А второй коллективный договор, который мне прислали, он оказался копией Трудового кодекса. То есть, вы понимаете, насколько это сейчас запущенная, полностью запущенная система не только в медицине, но в принципе это касается всей страны. То есть, написать коллективный договор от работников, это просто на данный момент какая-то высшая математика. И профсоюз у меня не ФНПРовский, у меня КТРовский профсоюз. Нет. А есть там ФНПРовский у вас в поликлинике? Вот в карманы, да, есть в профсоюзе. О, есть. Вот. Так в чем вопрос-то? Как принимают проект КД ваш в коллективе? Как вы его там протапкиваете? Коллектив знакомится с ним? Как он воодушевляется вашим проектом? Коллектив следующим образом себя ведет. Когда я только принес, это было в феврале месяце, все полистали, о, круто. Причем такие разговоры шли, что, блин, вот даже если вот первые три пункта и вот на 25% состоятся, все это просто победа. То есть, вот такое отношение. Я все объяснял, объяснял, объяснял. Все вроде я понял. Я уже стал переключаться на другие подразделения. Сейчас вернулся к своим с этими же разговорами, да, выяснилось, что половина не поняли. Не допоняли и все равно, понимаете? И сейчас такая позиция такая, значит, часть коллектива говорит следующее. Да ты надоел со своим красными знаменами и со своими коммунистическими лозунгами. Я говорю, позвольте, я предлагаю меньше работать, больше получать. Такое молчание все равно надоело. И сейчас такая ситуация идет, что они бы за, но они постоят и посмотрят в стороне. То есть, если раньше я думал, что у меня получится объединить людей в свой профсоюз, и мы пойдем. То сейчас идет другая тема. То есть, это, понятно, прошло мимо, не получилось объединить людей в большом количестве в профсоюз. Поэтому идет сейчас следующая, ну, как бы задача стоит следующая. Сейчас я провожу собрания в подразделениях, чтобы они делегировали профсоюз действия для защиты своих интересов. То есть, мы представляем их для того, чтобы вот это все, то есть, вот эта тема, они постоят в стороне, а вот эти вот, ну, и опять же, из регионов приходят вести. Там, где боролись за, ну, вот, про сервисные профсоюзы, да, вот основная тема у нас до сих пор была и есть, это сервисные профсоюзы. То есть, поднимается на флаг вот такая ничь, там, 2-3 пункта, бегут в суды, выиграют в суды, проходит полгода, 8 месяцев, иногда год, побеждают. Но это всего 2 пункта. 2, понимаете? То есть, они наедятся, их уволят, потом обратно примут, вот это вот вся. И только 2 пункта. Коллективный договор, это сразу 300, понимаете? То есть, разговор идет, что коллективный договор улучшает все в целом, а не какой-то 1-2 пункта. И вот люди сейчас наелись, те, которые уже давно в профсоюзе, они ведут вот эту борьбу с главными врачами по судам и тому подобное. 5, 6, 10 некоторые лет. Они уже наелись, они понимают, что перспективы только за коллективными договорами. Но это вот сейчас, знаете, это не то, что вот и мы уже идем. Это еще будет где-то там впереди, когда большинство до этого дойдет. Мы сейчас находимся в начале самого пути. Вот такая ситуация у нас в отрасли, я думаю, везде. Частные. Вы что-то читаете? Что-то я не видел. Справочный вопрос. Частная клиника или государственная? Ну, государственная, понятно, муниципальная. Государственная, да. Ну, да, у нас так именно наше правительство уже работает с работниками своими же. Да. Всю жизнь уже давно. Давайте, товарищи, вопросов много. Вопрос. Вопрос по пенсионному возрасту медработников. Возраст выхода на пенсию медиков. Ну, как обычно, то есть сейчас стаж сохраняется за стаж, но позже уходит, ну, начиная деньги платить на 5 лет позже. Ну, как везде. Как везде, да, то есть ничего. В коллективном договоре будет вопрос об оплачиваемом времени для собраний. Хотя бы оплачиваемых помещений. В проекте договора есть? Ну, вопрос в том, вы будете планировать, чтобы вам выделили помещение для собраний? Потому что, как вы сами объяснили, люди не общаются между собой, им нужна площадка, чтобы они хотя бы собирались. Ну, и с вами, как с представителем профсоюза, грубо говоря. Нет, 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 система такая, ну, сейчас у меня разговор идет о проекте коллективного договора, а если рассказывать о моем профсоюзе, я уже делаю третий набор профсоюза. Как только узнают, что есть, знаете, какое отношение к профсоюзам? То есть, вот, например, удачные забастовки были на Форде, там, еще где-то, это иностранные. Для них профсоюз – это норма. А у нас, если возник какой-то альтернативный профсоюз, это страшнейшая обида. Вот у начальства сразу это все, и с нами начинают бороться просто в открытую. Нас начинают так давить, что какое помещение? В помещение взял, людей собрал, всех переписали, завтра начинается травля. Нет, и никаких помещений, все это из-под воль. Ожидаемая, приемлемая длительность рабочей недели? Ну, что я сказал, 30-36, реально, да? Да. Здравствуйте. И последний вопрос. Реальность и эффективность забастовки работников медицины, на ваш взгляд. Забастовки реальные и эффективные, очень эффективные, потому что даже угроза забастовки, допустим, не то, что, а забастовка, которая длилась, ну, в одном регионе, одна минута у водителей, сразу наделала столько шума, что пошли сразу на все уступки. Ну, медицина, еще раз говорю, в запущенном состоянии, и обращение медицины, в принципе, это поднимает все общество. То есть, вы понимаете, что, ну, как бы, мы здесь в Питере не понимаем, что творится на окраинах. Медицины там практически нет. Вот сейчас мы столкнулись вот этой вот информацией последних двух недель. То есть, я приехал в приемное отделение, и там говорят, что мы переполнены вообще, то есть, питерская клиника переполнена вместо 500, но уже лежит 750, то есть, на треть больше. Они говорят, мы даже не знаем, где они там размещаются. И идут, идет следующее. Медицины на периферии нету. То есть, люди приезжают в Санкт-Петербург, вызывают скорую и отвозят их в стационары, потому что даже простейшие операции на периферии уже делать неком. То есть, представляете? Поэтому любое возмущение работников, если здесь можно еще убежать, я вначале это говорил, и то уже эта удавка идет, да, то на периферии там нету медиков. То есть, если вот у нас, например, есть организация, в которой медиков, ну, фельдшеров, буквально 4 человека, они все написали, вот забастовка была следующая, скорую помощь записали, все написали заявление об увольнении. Других медиков нет. То есть, целый район остается без медицинской помощи вообще. Поэтому забастовки реальные. Но опять же, меня, например, ну, когда на учебе был, ну, представляете, одно дело поликлиническая работа, ну, поликлиника будет бастовать, а другое дело скорая. Они говорят, нет, нет, только не скорая. Ну, нет, нет, только не скорая, поэтому населению надо подключаться, когда проблемы идут. Целесообразна ли работа по повышению юридической грамотности подобными лекциями среди старших курсов медицинских вузов, среди студентов? Ну, сам учился и в училище медицинском, и в институте, знаете, пока это петух не клюнет, все это летит мимо. А, во-вторых, люди, которые чаще всего с нами там занимаются, это знаете, как они становятся преподавателями. Вот ты, например, учился, и потом ты остался на этой кафедре, защитился на этой кафедре, ты, по большому счету, и пороха-то не нюхал нигде. И вот ты уже преподаватель, и типа преподаешь. Ну, и по большому счету, именно вот таких людей, которые бы давали нормально что-то, вот именно из юридической части, я в своих медицинских институтах никогда не видел. И по большому счету, мы не воспринимаем, пока не столкнешься, не воспринимаем эту информацию. Вот там выпало листочек, желтый. Какая позиция, какие действия проводил ваш профсоюз в связи с повышением пенсионного возраста? Ну, как известно, только мало кто выдвигал именно реальные требования, поэтому, в принципе, шли в фарватере общего вот этой истерии, мы против. Все, по большому счету, ничего таких кардинальных действий, отличающихся от общего вектора нашей страны в борьбе с... Не было вообще, в принципе. Все, спасибо. Выступающие. Кугей Контон Сергеевич, пожалуйста. Дмитрий Контон Сергеевич, рабочий, водитель грузовика. Я хочу поблагодарить товарища Борганова за то, что он так вот... Как бы описал то, что можно подытожить, целью профсоюзной борьбы. То, что она общая для нас всех, и для рабочих, и для интеллигенции касается. Потому что цель профсоюзной борьбы – это обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. И вот если нам недостает этого обеспечения, мы где-то нуждаемся в ущерб свободного времени, то мы теряем здесь и за дня в день, и рабочие, получается, и представители интеллигенции, мы все теряем, так скажем, этим подходом, и за дня в день, вот свою действительность. То есть, действительно, так скажем, свою осознанную жизнь мы ее теряем. Мы просто тонем, получается, в этой рутине, в этой, вот как его назвать, в монотонности, да? В монотонности вот. И как бы из нее никогда не вылазим. Если мы ее вот не начинаем решать, не начинаем решать, то, как бы сказать, и ничего хорошего у нас не ждет. И все сходится, вот в общем, если, вот, конечно, нужно образовываться, нужно изучать науку. И вот такие площадки, вот как университет работчика экспонентов, нам в этом помогают. Потому что можно то, что ты осознал, вот выразить, где-то, так скажем, более сознательные товарищи могут помочь и, так скажем, обтисать, чтобы это не было так неказисто, вот. И хочется сказать здесь, значит, что вот, конечно, формы постоянные, в которых действует авангард, так скажем, класса авангард, постоянные формы тоже есть. И какие задачи, вот так скажем, наиболее сознательные части, наиболее сознательных, наиболее сознательные части класса, это, значит, изучение экономических интересов класса. И здесь мы сразу напрямую касаемся коллективного договора. Потому что теория без практики мертва, мы это все прекрасно понимаем. Как нам заниматься изучением, если мы не ощущаем, так скажем, острия, вот которого товарищ Бойвинов нам сейчас вот так в течение часа это острие выразил и показал, что насколько эти проблемы насущные для нас важны. И мы это острие можем понимать вот с помощью коллективного договора. По-другому научный социализм с рабочим движением не соединяется. Коллективный договор нам дает эту возможность. Поэтому нужно пользоваться и нужно его осознавать. Выжимка – это тот подход, который мы можем, так скажем, схватить, но мы все должны, так скажем, доходить и стремиться к тому, чтобы понимать, что в этом коллективном договоре написано. Это, конечно, цель, то есть нам нужно понимать. Это, как бы сказать, единичное, да, которое нам дает возможность за эту всеобщую цель-то бороться, за обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Так, следующее, что касается вот авангарда, то внесение интересов в класс, внесение. Как можно вносить интересы в класс без того, что мы можем формулировать, опять-таки, от практики. Практика может быть разной. Мы вот тут обсуждаем, и вроде бы кажется смешно, что некоторые товарищи говорят, а давайте сейчас мы темный устроим начальнику, там, как-нибудь что-то сделаем. Всякие, там, вот такие психологические действия, они всегда человеку не чужды. Мы всегда этим живем, и у каждого свои таланты где-то можно показать, как-то убедить, вот так скажем, просто взглядом. Но выразить твердо, твердо свою позицию мы можем в коллективном договоре. Организовывать, значит, класс на борьбу за свои экономические интересы. Организовывать класс, опять же, оно не может быть действием произвольным. Как нам организовываться? Организовываться мы можем только с понятием, так скажем, в руках. А действительность, она так и понимается. Вот если науку логики штудировать, то можно взять, что действительность – это бытие, через которое просвечивает сущность. Вот что такое действительность. И мы, рабочие, хорошо понимаем, что если мы что-то в готовой форме берем, как, скажем, не попробовали, там, горячо или холодно, вот в движении, так скажем, как мы можем там за станком что-то делать, как мы можем что-то научиться. Мы попробовали, попробовали. Наиболее ответ с мелкой, такое точное понимание дает нам профессионализм. И здесь без коллективного договора во внесении интересов в класс тоже никак не обойтись. Поэтому это острие, так скажем, борьбы, вот это за коллективный договор – это важно, и к этому нужно стремиться. Спасибо. Милёв Едуард Иванович. Добрый вечер, уважаемые товарищи. Для начала хотелось бы поблагодарить товарища Бобина за замечательную лекцию. Обычно я выступаю с критикой, но сегодня я этого делать не буду по одной простой причине. Я студент, студент, занимается теоретическими вопросами, а в практику не лезет. Поэтому любой практический шаг – это большой прорыв. И не моё дело это критиковать. Единственное, что хочу дополнить немного. Вот товарищ Бобин говорил о том, что трудно врачей собрать, терапевтам со стоматологом они не пересекаются, допустим. А почему так происходит? Давайте представим кооперацию рабочих на заводе. Все работают в одном цеху. Результат труда одного рабочего является условием труда другого. То есть деталь проходит по цеху, и в процессе обработки она соединяет себя с совокупного рабочего. В профессии врачей они менее пересекаются между собой. Поэтому соединить их будет гораздо труднее. И какой из этого выход? Забастовка врачей, она, конечно, необходима, как и забастовка любых трудящихся. Но она пройдет гораздо легче, и гораздо легче будет организовать, когда уже огромные массы промышленного пролетариата, которые отрубятся на заводах, Кировский завод, АвтоВА, Спорт, любой другой, когда они уже эту забастовку поднимут. То есть, как писал Ленин, мы должны идти во все классы общества для пропаганды, марксизма, научного социализма. Но в первую очередь мы работаем с пролетарианом. Класс должен вести за собой весь остальной народ. Вот рабочий класс, который на заводах и фабриках, создает материальные продукты, держит на своих плечах весь цивилизованный быт остального общества. Вот именно этот класс, он и должен поднимать за собой все остальные народные массы. Включая интеллигенция, включая врачей, учителей и всех остальных. Поэтому это, конечно, правильно. Профсоюз нужно развивать. Профсоюз нужно, чтобы он боролся за права. Но реальный эффект будет. Только на фоне огромной забастовки промышленных трудящихся. Спасибо. Товарищ Денисов. Здравствуйте, товарищи. Ну, во-первых, искренняя благодарность за замечательную и весьма познавательную лекцию. Вот о чем хотел сказать. Коллективный договор, а также профсоюзная борьба, профсоюзная деятельность, участие в забастовках, они, конечно, очень важны для борьбы за повышение жизненного уровня трудящихся, за улучшение их экономических условий жизни, чтобы рабочий день сократить, и рабочую неделю, чтобы зарплату повысили и лучше, дольше отпуск. Это все, конечно, очень важно. Коллективный договор позволяет объединять трудящихся и в профсоюз, и для забастовочной борьбы. Но также необходимо понимать, что нельзя ограничиваться только экономической борьбой. Экономическую борьбу надо совмещать с борьбой политической, с борьбой за политическую власть трудящихся. Также необходимо и важно понимать, что главный враг и трудящихся, и крестьян, и интеллигенции – это буржуазия. Чиновная буржуазия в том числе. Необходимо понимать, что вот все те зловреднейшие действия министерств, начальников, все это, эти гадости для трудящихся, все это делается чиновной буржуазией с целью эксплуатации трудящихся, с целью извлечения за счет эксплуатации прибыли в свои чиновные карманы, за счет ограбления трудящихся. Так вот, товарищи, коллективный договор, забастовки, участие в забастовках, профсоюзы, они прежде всего объединяют людей, помогают им объединяться для борьбы экономической. Но эта экономическая борьба за улучшение экономического положения трудящихся, она должна постепенно перерастать в борьбу политическую, в борьбу против засилия власти чиновной буржуазии, за торжество социализма, за новую грядущую пролетарскую революцию. Потому что, как бы не был хорош коллективный договор, да, он, конечно, улучшит положение трудящихся в определенной отрасли на какой-то исторический период. Но, как бы хорош этот коллективный договор не был, рано или поздно чиновная буржуазия при помощи своей политической власти задавит трудящихся. Поэтому совмещать экономическую борьбу с борьбой политической за революцию. И тогда победа будет за трудящимися, которые только объединившись, рабочие, трудовое крестьянство и пролетарская интеллигенция смогут одолеть буржуазию. Благодарю за внимание. А вам искренне благодарны за замечательную лекцию. Ну, во-первых, эта лекция была очень для меня оптимистичной, потому что товарищ Борбинов с нами недавно, и видно, как он резко вырос за это время. И когда подумаешь, сколько еще на Руси таких вот здоровых и умных мужиков пока спит, и что будет, когда они проснутся. В 17-м году они проснулись, но тогда они еще были зачастую не в парне грамотные, и поэтому, несмотря на те карасальные достижения, все-таки они могли бы быть и больше. А сейчас, мы, думаю, вторую итерацию проведем несколько быстрее. Ну и, конечно, по поводу кордоговора. Значит, кордоговор сам по себе, он резко выделяется от разрозненных требований именно совокупностью выраженных в нем интересов работников, интересов рабочих. И я хочу сказать такую вещь, что, вообще говоря, есть такое понятие, как расовая борьба. И нет отдельно борьбы экономической, борьбы политической и так далее. Везде разные формы красовой борьбы. Они существуют только совместно, и политика, как мы знаем, не более чем концентрированное выражение экономики. Мы привыкли к определенному противопоставлению этих форм, потому что мы во многом воспитаны на истории русского большевизма, русского революционного движения, которое протекало в эпоху самодержавную. И тогда действительно был актуален термин «низвержение самодержавия». Потому что подразумевалось практически до февраля 1917 года, что после низвержения этого будет буржуазная демократическая республика, где рабочие будут иметь свободу собраний, свободу слова и прочие, демократические, в буржуазном смысле этого слова, свободы, как говорится. И не будет такого, что собрались люди капитал поизучать, она грянула полиция и всех увели куда-то там в цирку и так далее. А кричать «добой буржуазию» – это абсолютно занятие бесперспективное, потому что как только вы что-то сделаете с конкретными правителями, с конкретными буржуа нынешними, тут же товарная экономика, она, как грибы после дождя, вырастут у вас новые буржуазии, в том числе и ваших товарищей, наиболее активных, наиболее энергичных, наиболее, как говорят, в энерокругах стремящихся. И чем больше стриги, тем гуще растет, как говорится. Поэтому есть задача не свергнуть буржуазию, а задача вырастить свою врасть, и выращивание этой врасти, несомненно, надо начинать с кордоговора. С этого начинает Борис Фессионович Сталин. Заключение первого в России коллективного договора на бакинских нефтепромысках в 2004 году – это было первым сталинским ударом, как говорится. И не научившись этому, незачем, в общем-то, и браться за другое. Потому что иначе политическая борьба, так называемая, ведет к борьбе на выборах, к предвыборным кампаниям, и туда идем, 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 и все, так сказать, кто-то от этого что-то получит, несомненно. Но они рабочий крас. Ну и еще раз поздравляю Григория Вячеславовича с замечательной лекцией, и думаю, все у него получится. Спасибо. Заключительное слово. Две три минуты, пожалуйста. Еще, еще. Заключительное слово. Заключение я скажу. Спасибо за внимание. По вашей реакции я понял, что именно данная тема про коллективный договор, ну как бы это очень актуально и остра, и естественно, что медицина для каждого это что-то свое родное, у каждого свое. И опять же, все понимают, что без медицины всем нам будет очень тяжело. И призываю вас к следующему. Если вы видите, что у вас что-то случилось, что у вас убывают как почему-то врачи, почему-то куда-то исчезают врачи, недоступна становится медицинская помощь, чаще всего это зависит от чиновников на местах, от того, что они создают невыносимые условия. И когда вас медики призывают поучаствовать в каких-то акциях, мероприятиях и вообще вникнуть в положение, как, например, недавно в дела 44-й поликлиники, когда закрыли необоснованно девскую 44-ю поликлинику здесь в центральном районе, и когда вмешались именно жители этого центрального района, и по большому счету они сохранили коллектив этой поликлиники, вот это было как раз то, что и требуется от всего населения, то есть поддерживать медицинских работников. Мы просто так не начинаем никаких акций. Чаще всего это нас просто довели до ручки. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Итак, встречаемся через неделю. У нас большой юбилей, стоил коммунистическому интернационалу в третьем. Поэтому на эту тему выступит лекция Виктора Акадьевича Тюркина. Встречаемся в следующий четверг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok